Война в Карабахе Война в Карабахе Алексей Валерьевич Журавка для того, чтобы поговорить о том, а что же, чем же живет сегодняшняя Украина, вот та, которая скоро будет встречать праздничную дату 7 лет революции достоинства. А 14 октября на покров нацисты из нацкорпуса пройдут с маршем имени Степана Бандеры в очередной раз. Алексей Валерьевич, приветствую, рассказывай. Приветствую тебя. Ну что тебе сказать? Я хочу сказать в первую очередь всем людям добрым огромное спасибо, кто же все-таки помог с залогом этой прекрасной стойкой женщине, учителю русского языка, учителю, которая несла детям мудрость, знания. Мы будем говорить, не давало забыть настоящих поэтов всемирного масштаба, назовем так. И вообще это ужасно. Когда она вчера выходила, есть такая Инна Усачева, нацистка, со своими нацистятами. Ну такое страшное учудить, взять красной краской, облить типа кровью, обвинить ее в тысячах убийствах и обвинить ее, что это она русскими провела, что хлопцы бравли рыблые. Ну это вообще шизофрения. Вообще мне страшно на это смотреть. Мало того, я сегодня получил информацию, что эти нацики знают, где она живет и попытаются ее дальше терроризировать. Я сегодня про это сделаю пост. Но, к сожалению, грустно это происходит по всей Украине. Все, кто с русским знанием языка, все, кто говорит на русском, видишь, практически везде, то по магазинах их бомбят, рассказывают, как они должны на украинском море разговаривать. Ты знаешь, что теперь штрафы будут вводиться очень серьезные, что даже судимости будут за русский язык и так далее. Ну, короче, какой-то бред происходит, понимаешь? Нагнетание – это истерия. Нацикам все позволительно. Можно зайти в магазин, порвать футболку, не его товар уничтожить. Нацикам сегодня позволимо выращивать наркоту, как это вчера КАМАЗ вывезли, или когда там Херсонская область, да? Воинам света позволительно, как это я написал у себя там в селе Радонске, сделал ролик, позволительно воинам света, которые приехали на учения, выпивать, бить молодежь, грабить ларки, творить беспредел, мусор вываливать возле полигона, возле железнодорожной ветки и так далее. Им все позволительно, им все прощается. Они убивают людей, им позволительно. Понимаешь, вот это страшное превратилось в Украину, да? А таким, как этой учительнице сегодня, защиты нет. Да, вроде то СБУ должно заниматься непосредственно безопасностью самой Украины, наркотиками должно заниматься, преступлениями серьезными. А у нас расправляются над учителями. Вот учительницу выпустили, нас кого натравили. Потом до этого учительница одна вынуждена была из-за того, что так затравили ее, что она официально отказалась от русского языка. Она официально подала в фонды и сказала, удалите меня с интернета, со своих сайтов, удалите. И типа просит прощения, а куда я деваться? У меня дети живут. Вот тебе все, это и называется война против русского языка. На самом деле, война и продолжается в Украине. Алексей Валерьевич, но ведь воюют не против России, не против Путина, воюют вот эти ущербные недочеловечки, они воюют против собственного народа, против его идентичности. Ведь, еще раз повторюсь, больше половины населения Украины в душе, внутри остаются русскими, русско-культурными, русскоязычными людьми. И вот они так безвольно, они так спокойно уступают шаг за шагом, идут куда-то назад-назад, пятятся-пятятся. Но ведь скоро некуда будет пятиться, ведь скоро их будут просто физически уничтожать. Сегодня штрафы, завтра тюрьма, послезавтра расстрелы. И причем, самое жуткое для меня, что наибольшими активистами нацистского русофобского движения на Украине являются люди, которые думают и говорят на родном русском языке. Вот этого парадокса я убей не пойму. Сергей, ну дело в том, что понимаешь, мы можем про это много спорить, но на самом деле идет война против русского. Все начинается с маленького. И то, что ты сегодня говоришь, что это бьют, бьются между собой, там внутри нет. Это все проекция, это вот здесь, в России. Ты пойми правильно. Понимаешь, русский язык заранее уничтожается. А мне все равно, где ты находишься. В России, либо в Узбекистане, либо в Кыргызстане. Ну, это ж русский язык. А Россия кто тогда? Поэтому в данный момент, ты считаешь, что война идет против русского. Не надо говорить мира. Просто против русского. Против идентичности человека, носителя, русского языка. И мне все равно. Есть у него в душе русский язык. Нет у него в душе русского языка. Он же говорит по-русски. Поэтому в данный момент, кто это? Россия. Кто это? Русский человек. Поэтому, понимаешь, сумма от перестановки слагаемых, она не меняется. Стоит задача. Ее политическая. Очень большая. Масштабная. Добивать россиянина. Не нужна сильная Россия. Ты же пойми правильно. Каждый человек, который находится сегодня на Украине, или, допустим, в Беларуси, с русским языком, это, будем говорить, уже становится и выливается в большую страну. Потому что это объединяющий фактор, который сегодня говорит за объединение, за дружеские отношения и за тот факт, чтобы мы всегда были рядом. Если мы рядом, значит победа с нами. Вот если вот так это все преподировать. Поэтому, понимаешь, он предатель тот, который убивает русский язык, но говорит на русском языке. Да, это Власовец тот же самый. Да, либо Бандера. Он же и по-русски разговаривал, и по-украински. Но он предал свою идентичность славянина, россиянина, христианина. Он стал на сторону убийц. Вот это сегодня и происходит в Украине. Предатели, коллаборанты убивают русское и ненавидят его. Вот и все. Понимаешь? Поэтому, как бы на сегодняшний день, я бы так не говорил, вот нам надо сегодня заняться и защищать таких, как эта женщина. Нам надо сегодня там бастовать, в самой Украине, в Херсоне. Произошел инцидент. Человек 100 собралось, не надо убивать, отметили, говном облили, извини за выражение. И это мадам Инна Усачева со своими голодранцами, нациками. Она быстро испарится. Просто людям уже надо защищать. Вот вдумайся. Ведь эта женщина мать. Мать многих детей. Что такое учительница? Это что детский садик. Да, вот квочечка, которая воспитывает, созидает, растит. Она дает а родители не могут за нее заступиться. Вот вышли бы все вместе. Не надо бить там это СБУ. Убивать это СБУ. Вот выйдите. Вы народ, вы за своих детей должны бороться. Выйдите, закройте эту улицу. 100, 200, 50 тысяч выйдите и скажите. Прекратите террор. Это ваши дети учатся там. в этих русскоязычных, в украинскоязычных школах. Вот должно пробудиться чувство защиты своего ребенка. Защиты этого учителя. Вот только тогда можно спасти. Вот этого я не понимаю. Какие-то три бандерлога возле СИЗО устроили вот такую вот ханалию. я когда эти кадры смотрел мне страшно. Знаешь? Но вот давай так говорить. Карательный орган, полиция и СБУ. Дети где учатся? Они не понимают, что они сегодня убивают тех людей, которые созидают и обучают. Таких не ж дети вырастят дебилами, круглами и пушечными мясом. Пушечными мясом будут. Вот и все, Сергей. Поэтому в данный момент отсюда надо посыл давать, как это американцы делают. Они не стесняясь оружие дают. Они не стесняясь платят диверсантам убивать Донбасс. Они не стесняясь подрывают поезда, вагоны и все прочее, прочее. Они не стесняются. Почему Россия этого стесняется? Надо финансировать сегодня надо давать эту возможность, надо поддерживать людей. Вплоть до того, партизанские политические отряды, я не говорю диверсионные, я против смерти, но партизанские политические диверсионные группы, которые будут листовки расклеивать, которые будут поднимать идеологию, которые будут рассказывать правду, этим надо сегодня заниматься. Они сегодня накачивают разную пеньюр. Вот тебе и все. Работать надо. Алексей Валерьевич, ну вот нам Тайчердоган показывает пример, как надо работать, он не Вашингтон, он просто говорит, есть Османская империя у меня в голове, и я ее хочу возродить в реальности, и поэтому он не турецкие войска посылает, а прокси, какие-то подразделения, даже из бывших маджахедов всяких, игиловцев, еще кого-то из Идлиба отправляет, то в Карабах, то в Ливию, а мы сидим, улыбаемся, вот даже не можем, грубо говоря, свои прокси признать, это народная милиция Донецкой, Луганской народных республик, ведь по большому счету вполне можно и на Украине создавать российские прокси, которые не будут российскими, это вот подразделение из МВДшников, будут проукраинские, украинская народная армия, вот смотри, порвем шаблон, создаем где-нибудь в этом самом, где там батька Махно был, создаем украинскую народную армию, и все, и там сидит пан атаман какой-нибудь и призывает в эту украинскую народную армию, давайте объединяться, давайте собираться, возьмем Херсонщину, возьмем Днепропетровщину, еще что-нибудь, и пусть нам попробуют полезть, а мы землю крестьянам, фабрики рабочим и так далее. Ну, по логике вещей ты абсолютно правильно говоришь, понимаешь, вот все, что я сегодня наблюдаю, война уже на самом деле везде происходит, и в данный момент, я думаю, эта ситуация будет ухудшаться, мы идем к страшной прагедии, к страшной войне, вот сегодня нельзя свои тылы отдать врагам, сегодня необходимо Украину забрать и показать Кузькину мать, да, с тем же самым Эрдоганом можно бороться, но я предложил Босфорский пролив, кто там стукнул один раз, ну так, хорошо, ковал такой хороший, чтобы меньше жертв было, назовем так, заканчивайте, ребят, я сказал свое мнение, в горный Карабах уводятся войска и предупреждаются, с той, с той стороны полетит, вам всем крышка, ни на чьи не надо в сторону становиться, вот круглый столб за переговоры, все внешние факторы, сколько там километров до Соединенном Штатах, сколько там до Европы, все внешние внешние факторы вон к чертовой матери, с нашей, будем говорить, славянской земли, все, вплоть до закрытия консульств, посольств, и хватит этих негодяев называть на сегодняшний день, как их там, партнерами, да партнерили, понимаете, что скоро может произойти такая страшная война, то извините, мы скоро и не сможем говорить партнеры, вот в чем проблема, вообще враждующие государства, которые имеются консульства, посольства, их надо немедленно из России выгонять, немедленно, иначе это закончится очень плохо, немедленно в Беларуси, немедленно те страны, которые говорят о мире, должны объединиться и вводить санкции, действительные санкции, я лично на эту трубу не рассчитываю, понимаешь, ну чем закончился этот пшик с Навальным, ну как это так, думайся, человек, тупоголовый, которого спасли, фактически из-за него могла бы произойти третья мировая война, но грубо, а он заявляет, его чуть ли не лично Путин отравил, ну вы что, дебилы там, вообще, вы проснитесь, ребята, так же самое Украина, Путин напал, вот все, что не случилось, везде Путин, мне жалко, если честно, Путина, вот чисто по-человески, что бы ни случилось в мире, везде один Путин, ну вы логику имеете, его ж не хватит, он не сороконожка, он не восьминожка, он не трехголовый змея Гориноч, ну это просто ужас. Алексей Валерьевич, ну когда человек лидер, когда он сильная личность, о нем много-много пишут и говорят гадости, я вспоминаю, вот не только вчерашний ролик о том, какой журавка злодей, но я вспоминаю истерику от украинцев, когда мне на голубом глазу, на полном серьезе, украинские националисты еще тогда писали и доказывали, Веселовский, ты не понимаешь, журавка это бандит из 90-х, мы помним, как он бегал по Херсону, по Цирюпинску с автоматом в одной руке, с гранатой в другой руке и убивал своих конкурентов. Я говорю, ребят, подождите, а вы журавка фотографию хоть одну видели? Ножек сколько у него посчитали, ручек сколько посчитали, а теперь положите ему в эти ручки, автомат и гранату и посмотрите, как он побежит на вот этой тележке. Представили себе? Они, ты все врешь, Веселовский, иди в бан, пошел вон. То есть, Валерич, ты с силой духа своего делаешь больше, чем тысячи украинских политиков. Вот так и Владимир Владимирович. Он только тем, что существует и делает, он вызывает лютую ненависть у таких же русофобов, как те, кто писал о тебе гадости. Они боятся его еще больше, чем вот херсонские ублюдки боятся тебя. Ты понимаешь, у меня принцип такой, любого врага надо уважать и стать на его место. Тогда возможно победа. И то, если у тебя есть понятие, что ты стоишь, будем говорить так, за добро, за свет, за мир, вот тогда победа присутствует. А когда ты все строишь на костях и обвиняешь кого-то, а этот человек не при делах и не делал эти кости, да, вот я, мое любимое сегодня выражение, Украина строит сегодня, вернее, ее власть, не весь украинский народ, строит города мертвых, а города живых умирают. Ну, что, в этом виноват Путин? Да подождите, остановитесь, в этом не виноват русский народ. Не доказано нигде, что в Донбассе русские воюют, не доказано, что там войска воюют, вы сами с собой воюете, вы создали миф, а вас использовали как баранов в его политике для того, чтобы убивать своего соседа. Вот и все. Так на это же надо головой думать, а не, извини, пожалуйста, одним местом. Жалко, что у нас сегодня те люди, которые так думают, сидят на одном месте, а головы нет. Алексей Валерьевич, ну вот, хотелось бы, конечно, произнести тост за то, чтобы и Бог вернулся на Украину, и головы у людей включились и заработали в полную мощность, но люди сами должны этого захотеть. Ну а тебе спасибо огромное, что не опускаешь рук, борешься за своих земляков, как бы, кто бы тебя не клевал. Вот ты человек, который любит Херсонщину, любит свою Украину, дай Бог тебе здоровья, и чтобы температура не скакала до 40, как эти последние несколько дней, чтобы ты боролся, сражался на своем месте, потому что чем больше будет таких, как Журавка, тем быстрее на Украину вернется мир. Спасибо тебе огромное, удачи, до встречи. Итак, дорогие друзья, подошла к концу эта программа, мы прервемся буквально на несколько минут, сейчас вернемся в прямой эфир, ну а пока, до встречи, до встречи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...